на канал за гэд поступил вопрос пристала чувствовать благодать говорит одна прихожанка раньше мне посещала благодатное чувство благодатное ощущение а сейчас я так не чувствую что делать что делаю не так ну скажем что обычно господь дает особый благодатный опыт в начале духовной жизни когда человек делает первые шаги в храме первые шаги христианстве и такая благодать является призывающей укрепляющий человека на первых этапов и потапах а его его духовной жизни и как правило вот эти благодатные переживания они долго запоминаются чаще на всю жизнь человеку хочется вернуться снова в те времена когда было так легко когда все что не пожелал почти все что не пожелал доброе хорошее конечно исполнялось когда особое благовение особая радость была в том что когда мы только вступаем духовную жизнь и все для нас новое то мы ведем себя очень благовейно как правило иначе мы не начали жить духовную жизнь никогда и в храме кажется все святые и все бачки кажутся великими старцами и все книги кажутся удивительно мудрыми когда мы читаем духовными книгами полезными и нам хочется все больше и больше читать покупать этих книг и мы прощаемся к иконам и и верим что святые нам помогают и нам хочется иметь больше этих икон и мы живем как он таком мире мире радости буквально купаемся в этой радости в этих благодатных ощущений хочется поделиться и нам бывает странно что люди нас не понимают как будто вы не слышат неужели вы сами не хотите испытать аккурат который я испытал во многом это бывает от того что господь дает особую благодатную силу на первых порах нашей духовной жизни как может говорили но отчасти это бывает от благоговения ко всему духовному и надо как сказано еще написание вспомнить свою первую любовь то есть вспомнить о благоговение с которым мы приходили ко христу вспомнить то внимание с которым мы относились к нашим молитвам даже читая простые утренние и вечерние молитвы для нас это было целое событие а потом мы привыкли к этому но по плохому привыкли привыкли в том смысле что растеряли благоговение нам стало казаться что это само собой разумеющийся и храм стал местом встречи с приятными людьми и службы для нас стали уже понятными и уже не всегда кажется что они такие небесные таинственные вот мы уже замечаем особенности служения священника вот уже мы видим что хор поет как-то не так что чтец читает как-то не очень искусно вот начинаем критиковать то все и мы легко растрачиваем вот это благоговейное чувство благоговейный настрой и соответственно лишаемся в той чувствительности того вкуса который был нас когда-то когда у нас была первая любовь к богу когда у нас этот вкус формировался за счет божьей благодати и наши благодать и наши благовейных усилий поэтому что нужно сделать когда мы перестали чувствовать благодать как пишет наша прихожанка ну во первых вспомним то благовейное расположение сердца и по стране с ним вернуться второе надо помнить что все же важнее не чувствовать а верить если бы наша вера спрождалась бы им-то возвышенными чувствами каждый раз тогда не было подвига веры а вера это подвиг все таки и поскольку мы постепенно возрастаем духовной жизни и подвиг наш возрастает то господь дает нам потрудиться больше потрудиться в вере и он оставляет нашу веру без подкрепления без очевидного подкрепления чтобы мы оставались в этом духовном напряжении неща никаких специальных переживаний и ощущений от этого напряжения не бойся только верой не бойся только веру и поэтому если мы ничего не чувству как нам кажется надо все же вернуться к благовению на всех направлениях нашей духовной жизни и не искать ничего специально чувственного необычного считая себя недостойным этого кто мы такие чтобы находиться благодатью сюда первых мы это не понесем знаете как солома сгорает в сжигающем огне так и наша плоть неодухотворенная и неопытная духовной жизни не выдержит пламени божественной благодати мы можем местить только в меры своей вместимости если мы все время были в благодати божией то как мы оправдались перед богом за наши грехи вот господь сказал бы нам и я дал бы все что вы бы хотели вы все время находились в благодатных состояниях а как же вы к этому отнеслись а почему к этому привыкли а почему вы не ценили это а почему вы считали чтобы этого достойное почему вы думали что все собой разумеющиеся все же благодатное переживание это особое чудо надо относиться к этому как великому дару божьему мы слишком легко к этому можем привыкнуть и в конце концов подумать что мы достойны особенных божьих благодеяний а кто мы такие чтобы быть такими мы же грешники великие и дадим ответ за любое неблаговение и за присвоение себе то что богу принадлежит поэтому останемся в вере останемся в подвиге и будем терпеливы господь сказал в терпении вашим спасайте души ваши внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео